Мы рассказываем миру об Украине в студии Дарья Вершиленко. Здравствуйте! О чем пойдет речь в выпуске? Далее коротко. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Новотроицком пока нет информации, что привело к пожарам. Или летняя жара, или другая причина. Там есть много неразорвавшихся боеприпасов. И они начали взрываться. Конечно же, это очень опасно для людей, которые пересекают пункт пропуска на линии разграничения. Поэтому командование решило закрыть КППВ. Из-за обстрелов боевиков загорелась сухая трава и в районе Новгородского. Это поселок вблизи Донецка. Минометный огонь оккупанты открыли днем. По словам представителя пресс-центра, украинские военные потушили пожар. С полуночи в первые сутки школьного перемирия в штабе насчитали шесть вражеских провокаций. В частности, под огонь попали украинские позиции в станице Луганской и Крымском, в Луганской области, в Донецкой, в Павлополе и Гнутово. Среди украинских военных погибших и раненых за сегодня нет. Новые доказательства финансирования боевиков России и обнаружены на Донбассе. Мины российского производства найдены в Гранитном и Павлополе Донецкой области. По данным Генпрокуратуры Украины, это комплект противопехотных мин охота с радиусом поражения в 30 метров. И так называемые нажимные мины. Их называют черная вдова. В украинской армии таких боеприпасов нет, отметили в ведомстве. Четвертая годовщина Иловайского котла. Память погибших в войне на Донбассе почтили на Михайловской площади в центре Киева. Юлия Крючкова дальше. Родители и дети, друзья и побратимы воинов, погибших на востоке Украины, с самого утра собираются около Михайловского златоверхового собора в Киеве. На фото, размещенных на стене памяти, люди ищут лица своих родных. Наталья не может сдержать слез, глядя на фото своего сына. 29 августа 2014-го автобус, в котором подразделение Александра выходило из окружения, расстреляли российские снайперы. Сегодня четвертая годовщина смерти моего ребенка. Он погиб в Иловайске. Он для меня был самым лучшим. Не могу говорить, не хочу, простите. Годовщину Иловайской трагедии предлагают сделать общенациональным днем памяти погибших защитников Украины. С таким обращением к президенту Петру Порошенко обратились семьи и сослуживцы украинских военных, которые отдали жизни в боях на Донбассе. Галина рассказывает о своем сыне Тарасе, который погиб в 2015 году в станице Луганской. Он был сознательным мужчиной, украинцем для него безопасность государства была превыше всего. Он был настоящий мужчина, казак. Мой маленький казак, который хотел воевать, жить спокойно и осознавать, что он украинец. Я горжусь своим сыном, но мне его очень не хватает. Роман показывает фото своего сына. 20-летний Руслан погиб 3 сентября 2014-го во время обстрела Старобельска из ракетных установок «Смерч» с территории России. Он даже не говорил, почему пошел. Просто когда я попытался что-то придумать, чтобы что-то сказать против, ответ был простым и четким. Я пацанов не брошу, все. Траурная церемония началась с минуты молчания по погибшим. В память о них прошла рота почетного караула. Люди зажгли поминальные свечи и возложили цветы к стене памяти. В полдень начался всеукраинский молебен по погибшим на Донбассе. Его отслужил патриарх Филарет. Большей любви не существует, чем того, кто душу свою положит за друзей своих. Они положили свои души за нас. И эта стена памяти свидетельствует не только об их героизме, но и об их любви к своей родине. Не только к родине, но и к своей семье, к своим родителям, женам и детям. Потому что хотели, чтобы их семья жила в свободном государстве. Четыре года назад при выходе из окруженного российскими войсками Иловайска российские военные в прицел расстреляли украинские подразделения в так называемом «зеленом коридоре», гарантированном оккупантами. По данным генпрокуратуры, в боях под Иловайском погибли 366 украинских воинов, 429 получили ранения, 300 попали в плен, 84 считаются пропавшими без вести. Юлия Крючкова, Александр Бугай, UATV. Наказать Путина за убийство украинских бойцов под Иловайском. С таким требованием к международному сообществу обратились украинцы. Сегодня они провели акцию под российским посольством в Киеве. Около 300 человек перекрыли движение транспорта перед дипведомством и на проезжей части установили кресты с фотографиями погибших под Иловайском военных. Также активисты попытались передать в посольство письмо, где просят освободить всех украинских политзаключенных в России, но там им отказали. Предложили отправить его почтой. Мы обращаемся к всему миру. Мы хотим, чтобы российские власти ответили за свои поступки. Мы подготовили резолюцию. Мы требуем, чтобы они были привлечены к международной ответственности, чтобы Путина в Гааге судили. В списке граждан России, осужденных и отбывающих наказание в Украине по статьям о терроризме готовит Министерство юстиции Украины. Россиянам предложат написать заявление президенту Путину об обмене на украинских политузников, сообщила омбудсмен Людмила Денисова. Ранее с подобной просьбой к Путину обратились 22 гражданина Российской Федерации. Москва пока не отреагировала. На сегодня никакого сообщения от президента Путина о том, что он готов обменять и забрать своих граждан Российской Федерации, которые уже лично обратились к нему, еще нет. Сейчас мы продолжаем работу. Министерство юстиции предоставит нам списки всех российских граждан, которые осуждены и отбывают наказание в Украине по статье «терроризм». Мы тоже к ним поедем и будем просить их написать такие же заявления. Может быть, президент Путин будет рад их обменять. Вернулись с передовой. В Яворове Львовской области встречали бойцов 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. За время российской агрессии они прошли много горячих точек на Донбассе. Как встречали героев, видели наши львовские корреспонденты. Сергей с первого дня воюет на востоке Украины. В свои 26 он уже руководит батальоном. Освобождал Лиман, Закотное, Ямполь, Северск. За это получил заслуженные награды. Задача нашего подразделения было введение обороны и освобождение двух городков – Шумы и Пивдене – возле Горловки. Это награда Богдана Хмельницкого за освобождение Славянска. Жена Сергея, Мария, защищает Украину вместе с мужем. На передовой была 6 месяцев. Конечно, переживаю за него, а он за меня. Но один плюс – я всегда вижу, что он делает, где он и что с ним все хорошо. Мы стараемся им помогать, принеси что-то или хотя бы поддержать морально. София встречает сына и дочь. Ждала детей с нетерпением, приготовила любимую еду и нежные объятия. Как был ранен мой сын, мне никто не говорил. Моё сердце чувствовало. Я говорю ему, Виталий, что с тобой не так? А он говорит, а как вы знаете, я еду домой, меня ранили. Жители Яварова встречали героев с сини-желтыми флажками и искренними аплодисментами. Мы пришли поддержать их. Это для нас большая радость, что мы встречаем героев Украины. Это большое событие для нашего города. За семь месяцев военные освободили два города в Донецкой области. За четыре года войны 117 бойцов 24-й бригады отдали свои жизни в боях за Украину. Задача заруба всех. Задача сейчас для всех частей – это сдержать агрессию России и не допустить потери наших бойцов, не допустить распространения российской агрессии и пропаганды. Целый месяц бойцы будут отдыхать дома, потом вернутся к тренировкам и будут ждать приказа о возвращении на боевые позиции. Вадим Дмитриев, Юлия Биль, Яварев, Юэй ТВ. Эксперты не заметили советской историографии. В новых учебниках по истории Украины для 5-го и 10-го классов из-за грубой ошибки книги не допустили к печати. Об этом сообщила министр образования Лилия Гриневич. По ее словам, в ближайший месяц в Украине полностью изменит процедуру экспертизы учебников. Это поможет улучшить качество содержания книг. Рассматривают также возможность печати в иностранных типографиях. К новому учебному году в Украине напечатали более 18 миллионов учебников. Это в 2,5 раза больше, чем обычно. Мы изменяем процедуру экспертизы учебника. Все эксперты будут проходить обязательное обучение. Экспертиза будет осуществляться независимыми экспертами. Это будут теневые эксперты. Издательства не будут знать, кто проводит экспертизу их учебника. Эксперты будут получать достойную зарплату и будут нести индивидуальную ответственность. А также будут соответствующие санкции, если работа будет некачественной. Юные украинские робототехники заняли 17 место на международных олимпийских играх First Global Challenge в Мексике. В соревнованиях участвовали команды из 161 страны. Какие трудности пришлось преодолеть юным инженерам и программистам, чтобы войти в 20-ку лучших, расскажет Инесса Занина. Робот Джонни должен захватить груз и отнести в определенное место. Таковы условия мировых олимпийских игр по робототехнике в Мексике. На поле соревнуются два альянса. В каждом объединились команды из трех стран. Всего 8 раундов и один плей-офф. И каждый раз новые союзники. Самое трудное, говорят участники, договориться со своими партнерами. Перед матчем необходимо было точно определить, какой робот в какую точку пространства будет ехать. В первые матчи у нас бывало даже сюрпризы. Вроде бы договорились про одно, а некоторые роботы выполняли совсем другое. И это действительно большой труд определить за 20-30 минут до матча, какой робот что будет выполнять. Инга Манжулинка – координатор сборной. Она следит за слаженностью работы на ринге. Это ее вторая олимпиада. Юлия и Максим – новички. Собирали и программировали робота все вместе. А на игровом поле каждый имел четко распределенные обязанности. Мы были драйверами. И Максим отвечал за управление самого робота. То есть за шасси, как он ездил. И я отвечала за манипуляторы, за поднятие коробок и витриных турбин. Все команды собирали своих роботов из одинаковых деталей. Однако, конструктор Джонни утверждает, он уникален. Робот, у которого манипулятор работал на параллельных рычагах. И мы использовали, ну, одни из немногих использовали резинку для дополнительной силы упругости, чтобы поднять больший вес. Управляли роботом с помощью планшета. Связь между ним и Джонни через Wi-Fi, который периодически зависал. Из-за этого проиграли плей-офф. И основные проблемы это были с восключением к роботу. Мы програли из-за этого два матча. Основной, который в конце был, вот игрыши. Если бы не это, то мы, возможно, бы подвинулись выше в лестнице. Олимпийские игры First Global Challenge проводятся второй раз. В прошлом году Украина заняла 19-е место. В этом году поднялась турнирная таблица на две ступеньки. Останавливаться на достигнутом юные робототехники не собираются. И уже прорабатывают идеи, как улучшить конструкцию и повысить эффективность нового робота. Дон Жуан за несколько километров от линии фронта. Артисты из Германии, Латвии, Армении, Беларуси и Польши показали оперу Моцарта в северо-Донецке Луганской области. Билеты на премьеру раскупили за месяц. Профинансировал проект Медгермания. На премьере побывала наша съемочная группа. На сцене Луганского академического украинского музыкального драматического театра, переехавшего в 2014-м в северо-Донецк, звучат арии из оперы Моцарта «Дон Жуан». Ради этой постановки объединились более 200 артистов из Украины, Германии, Латвии, Армении, Беларуси и Польши. Европейцам очень полезно тут быть, чтобы лучше понимать жизнь и мир. Не каждый, конечно, готов сюда приехать, но наша команда, все сознательно понимают, что именно здесь, недалеко от войны, надо устроить такой мирный проект, который соединяет людей для того, чтобы показать, что музыка соединяет. Не надо там стрелять. Деньги на декорации, переезд и проживание артистов выделило немецкое министерство иностранных дел и зарубежные партнеры. Готовили постановку два месяца, идею вынашивали два года. Здесь никогда раньше не ставили оперные постановки и нужно было с нуля организовывать весь этот процесс. Ради рули Доны Анны Киевской актриса Виктория Тулис отказалась от отпуска. Бывают такие предложения, от которых ты не в силах просто отказаться. И, конечно, в экстренном порядке выучила партию и применяла с удовольствием свое морское лето на моцартовской. Премьеру зрители прифронтового Северодонецка встретили овациями. Спектакль очень современный, мне он нравится. Инновационно подошли к постановке и к подбору актеров. Я в восхищении смотрела на одном дыхании. Нравится, оригинально, интересно, необычно. Голоса прекрасны, оркестр молодец. Дон Жуана в Северодонецке будут показывать три вечера подряд. Билеты раскупили еще месяц назад. Анастасия Волкова, Александр Лахтин, Луганская область, ЮЭй Ти Ви. Допремьерный благотворительный показ украинского фэнтези-фильма «Бобот» и «Энергия вселенной» провели в Киеве. Пригласили детей с особыми потребностями и их родители. Также в течение месяца 10 гривен от продажи каждого билета направят на поддержку инклюзивности. Инклюзивных проектов ЮНИСЕФ. Лента о роботе по имени Бобот – это история о спасении мира, дружбе, борьбе добра со злом. На создание фильма с внушительными спецэффектами ушло два года. Половину от общего бюджета в 800 тысяч долларов выделило Госкино. Всеукраинский прокат стартует 30 августа. Проект, о котором идет речь, касается инклюзивных детских садов. 25 детсадам будут предоставлены услуги инклюзивного образования. ЮНИСЕФ считает, что каждый ребенок уникален и независимо от состояния его, здоровье имеет право на образование. Очень благодарна, что нас пригласили сюда. Очень много ждем позитивных эмоций, как всегда. Будем ждать что-то новенькое, что-то какие-то эмоции, какие-то познания новые от этого фильма. Право побороться за Оскар получил украинский фильм Сергея Лозницы «Донбасс». Такое решение принял Украинский Оскаровский комитет. Драма о событиях на востоке Украины, основанная на документальных материалах, будет представлена в номинации «Лучший иностранный фильм». Работу совместного производства Украины, Германии, Франции, Нидерландов и Румынии уже отметили в Каннах. Там Донбасс получил премию за лучшую режиссуру. Всего в нацотборе на «Оскар» участвовали шесть картин. Список из девяти иностранных претендентов на премию Американской киноакадемии объявят в январе. Церемония награждения состоится 24 февраля. UTV.ua – это сайт нашего канала. Там еще больше информации о происходящем вокруг. Спасибо, что вам интересна Украина. Непременно увидимся на UTV. Субтитры создавал DimaTorzok